СА-320. По разным данным, на нем находились от 135 до 146 человек, включая пятерых членов экипажа. По словам очевидцев, выжившие в инциденте вылезли на крылья самолета, плавающего в водах реки в ожидании помощи спасателей. Не сообщается, есть ли погибшие или раненые в результате этого падения. Причина аварии пока также не установлена. Ведется расследование происходящее. Вы сейчас можете видеть на своих экранах прямой сигнал из Нью-Йорка. Это картинка, которую передает агентство Рейтер. Вы можете видеть, что самолет практически полностью скрылся под водой. Видны лишь некоторые детали. Вокруг того места, где затонул аэробус А-320, сейчас работают катера спасательных служб. Мы вернемся к событиям в Нью-Йорке. Оперение самолета на хвосте, который где-то в центре экрана даже виден логотип US Airways. И судя по всему, действительно добровольцы, все, кто находился в этот момент в районе крушения, подключились к спасательной операции. Это действительно не какие-то чрезвычайные службы. Это действительно просто коммерческие баржи, которые кинулись сразу на помощь людям, чтобы снять их, вынуть их из холодной воды. Действительно, это так. Через Хадсон-Ривер из Нью-Йорка в Нью-Джерси обратно ходит очень множество паромов и водных такси. Тут же они прибыли на место. Примерное место это 49-я улица Нью-Йорка. Это Миттаун, самая середина Манхэттена. 49-я улица и Хадсон, и Хадсон-Ривер. Еще раз скажу, что действительно, как вы видели ранее, пока самолет не утонул, крушение не произошло. Самолет выглядит абсолютно целым. Только что я разговаривал с одним из наших летчиков. Он говорит, что удивительно, как пилот смог посадить абсолютно, фактически невредимым самолет на реку. И действительно, когда читаешь сейчас экстренные сообщения американских информационных агентств, телеканалов, очевидцы сообщают, что людей вынимали из воды в желтых спасательных жилетах. Это говорит о том, что нужно очень и очень внимательно всегда слушать стюардесс, которые рассказывают о том, как вести себя в случае крушения. Но в этом случае очевидно, что к такой экстренной посадке, если к ней можно быть подготовленным, то люди были подготовлены, потому что все-таки крушение произошло на взлете, а на взлете, как вы знаете, абсолютно все люди пристегнуты к своим креслам. То есть будем надеяться, что...